Город Барнаул, улица Литейная. Казалось бы, спокойное и тихое место, однако страсти здесь нешуточны. Из-за прорыва трубы вода топит дом, его перекосило, заблокировало окна и даже рушится фундамент. В такую ситуацию Наталья попала в феврале месяце. Трубу под домом прорвало и под полом у девушки оказалась вот такая картина. Кипяток буквально выходил из-под пола, это привело к повреждению фундамента. Он просел почти на 10 сантиметров. Это Наталье сказали специалисты, оценившие ущерб для дома. Внутри него трещины, стены рушатся, окна перекосило так, что они не открываются. Окно, вот тут видно даже, сколько здесь один палец, допустим, здесь уже два пальца. Видно, насколько его перекосило, что он сейчас на напряжении находится. Окно не открывается, хотя она ручка вот она открытая. Но проветр у него вообще? Нет, проветр не открывается. Двери в туалет не... То есть она в натяг вот здесь не открывается, но и не закрывается. То есть, ну вот, все оно. Девушка пьет тревогу во все инстанции. Обращалась в администрацию города, в СГК и водоканал. И везде, говорит, ей отвечают, что трубы бесхозные. Возьмет ли кто-либо эту улицу на баланс, ей тоже не отвечают. Ну, как может быть сети бесхозные, но идет тогда какая-то вода. Она тоже не моя вода. Я говорю, хорошо, давайте так, говорю, я тогда перекрою сама, самостоятельно, чтобы ко мне в дом не заходила эта вода. Ну, кипяток. У меня просил дом. Кипяток. Мне говорят, вы не имеете права. То есть закрыть я, допустим, не могу отопление, потому что разморозится система. Я говорю, ну система же бесхозная. Ну и что, что она разморозится? Нет, у вас будет большой штраф. Штраф от кого придет? Ну, замкнутый круг. Бросить дом девушка не может. Он подарок на свадьбу. Да и столько сил в него вложено. Поэтому пока единственную помощь девушке в борьбе с кипятком оказывает отец. В том году с подполья выкачивали, потому что все затопило. А скрывать тут не вскроешь. Тут своими силами никак. Надо экскаватор, надо заваривать, надо менять. Если бесхозные сети, на каком основании вообще сюда запускают горячую воду? Переживают Наталью и ближайшие соседи. Ведь все понимают, что вода может дойти и до их жилища. Фактуры, которые нам присылают по отоплению, по воде, мы это все оплачиваем, как говорится. Коммуналку всю проплачивается. Только мы к городу-то не принадлежим. На баланс нас никто не ставит. А платим мы городу. Вот этот вопрос тоже непонятен. Почему как-то так получается-то? Если мы платим городу, значит, будьте добры, отремонтируйте нам трассу. Перед приездом нашей съемочной группы около дома стоял трактор, представитель администрации города и СГК. Но как только мы появились в поле их зрения, все спешно покинули улицу. Но сказали местным жителям, что в субботу начнут здесь раскопки. Мы, в свою очередь, написали запросы в администрацию Барнаула и СГК. И ждем их комментария по этой ситуации. Дмитрий Дроздов, Алексей Фризин. День с толком.